В фокусе видеокамер вновь Бобруйская граммаж. Предприятие посещает министр внутренних дел Беларуси. Перед тем, как отправиться в самую гущу событий на производство, немного о показателях. Как известно, статистика вещь упрямая. Да и у Ивана Кубракова интерес, что не есть самый живой. Бобруйская граммаж производит больше тысячи лицниц при цепной сельскохозяйственной техники. Это машина для внесения жидких органических удобрений, ну бочки просто. Твердых органических удобрений, пресс-подборщики, косилки, грабли. Вы самостоятельно работаете? Мы самостоятельно. У нас собственное КБ, у нас собственные конструктора. Это наша собственная компетенция. Она создана за 45 лет. То есть у вас уже конечное производство? У нас конечное производство. Мы здесь ее создаем с нуля. И здесь же ее реализуем в 50 стран мира. Цифры цифрами, но лучше все увидеть своими глазами. Иван Кубраков лично знакомится с производством всемирно известной техники. В цехах министру показывают все этапы. От изготовления комплектующих до выпуска готовых машин. Как позже отметит главный милиционер страны, в каждом подразделении и у каждого станка четко видно. Люди любят свою работу и дорожат ею. И символично первое, что скажет Иван Кубраков уже на встрече с коллективом. Спасибо за ваш труд. Не обходя стороной и проблему преступлений. На сегодняшний день вы все прекрасно понимаете, что большинство преступлений уходит в сеть. Именно киберпреступность. Поэтому многие преступления, которые совершаются, причина в первую очередь это беспечность наших граждан, которые дают информацию о своих счетах, о своих карточках, даже начиная от пин-кодов, заканчивая там, где куда подъехать, каким банком обслуживаются и так далее. То есть всю информацию получает мошенник и в итоге потом совершается преступление. Рассказывает Иван Кубраков и об изменениях в законодательстве, в части административного кодекса. В самое ближайшее время уголовные тоже ждут новые поправки. В первую очередь труд правоохранителей будет направлен на профилактическую работу. Не коснется это грубых правонарушений. Такие как управление транспортным средством стояния, алкогольного опьянения. Конечно, здесь санкции статьи увеличены. Уже на сегодняшний день, если гражданин управляет транспортным средством стояния, алкогольное опьянение больше 0,8%. Естественно, увеличено как лишение по времени права управления. То есть раньше было три года, а сейчас пять. Ну и штрафные санкции к таким лицам также увеличены. Ну и если гражданин отказывается от свидетельствования, также лишение предусмотрено до пяти лет права управления транспортным средством. Сегодня белорусская милиция – это крепкий щит. Благодаря людям в погонах на улицах спокойно и мирно. Патрульно-постовые службы, уголовный розыск, отделы охраны правопорядка и другие подразделения работают с единой целью – обеспечить общественную безопасность и неприкосновенность каждого гражданина. Максим Кемель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.